Доброе утро, друзья! Доброе воскресное утро! Сегодня у нас воскресенье. Сегодня, правда, на улочке у нас пасмурно, но ничего, мы разбавим... Солнышка нет, мы разбавим солнышко во всякой нашей кашке, да? А ещё с вкусным, ароматным кофе. Только что сварила в красивую кофейную чашечку. Вот, посмотрите. Сейчас мы позавтракаем и будем дальше продолжать своё воскресенье. А вы оставайтесь со мной. Сегодня у меня будет и пицца, сегодня будет у меня и баня. Я вам всё покажу, если вам это интересно. А вот и тесто подошло, друзья. Тесто для пиццы. Оно какое-то мягонькое. Ну, а тесто для теста берём, как всегда, вода. Мука, соль, сахар, дрожжи, масло растительное. Тесто, которое для пиццы всегда только на водичке. Ну, а расклад для этого теста, могу сказать, я взяла 125 грамм водички тёплой, чайную ложечку дрожжей, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли, и где-то 2 столовые ложечки растительного масла и 225 грамм муки. Затворила. И сейчас будем готовить пиццу для нашей внучечки. Вот так прям ручками раскатала. Ну, немножко скалкой помогла, но ручками. Прямо на вот этом, на цифлоновом коврике. И так будет удобно переносить её на противень. Пока вот так. Потом вот так. А ещё, знаете, меня кто-то в комментариях спрашивал, как я сажу с перцем. Да, перцы я уже посадила. И у меня уже первая партия вышла. Но я вам быстренько в двух словах расскажу, что я делаю и как я делаю. Значит, семена... Покупаю болгарский перец. Вот этот у меня жёлтенький. А до этого у меня партия красного перца. Значит, высушиваю семена. Ну, вот так, чтобы они были. Далее. Беру перекись, обыкновенную перекись водорода. Наливаю. Ну, в какую-то ёмкость я вот такую стопочку наливаю. Примерно где-то вот так немножко. И семена перчиков мы просто, знаете, просто замачиваем. Где-то минут на 15. Да-да-да. А для чего мы это делаем? Перекись водорода насыщает семена кислородом. А ещё мы же знаем, что семена перцев, они трудосхожие, туго схожие. Поэтому потом мы вытаскиваем из перекиси. Быстро просто рассказываем в двух словах, чтобы не затягивать видео. Берём контейнер, который плотно закрывается крышечкой. Застилаем дно контейнера туалетной бумагой, ну, без запаха, либо просто бумажными салфетками. Смачиваем. Вот так, чтобы не было, знаете, болота там, скажем. Ну, чтобы мокро было, но вода не текла. И вот так раскладываем перчики. И они, я вас уверяю, где-то дня через 3-4 дадут росточки. И потом с росточками мы лучше сажаем в землю. Вот я вам вот так говорю, я делаю это каждый год. И поверьте, очень удачно всё. Рассада прекрасная. Я забыла сказать, что контейнер закрываем плотно. И ставим, я ставлю на батарею. Но не на саму батарею, поскольку она горячая. А подлаживаю книжечку или ещё что-то. Ну, чтобы как бы температура была такая равномерная, тёпленькая. И они пока-пока только нам дадут корешки. Ну, а пока мы с вами болтали, пицца наша уже готова. Она у меня стояла всего 10 минут в духовочке. При температуре 240 градусов. Она ещё шипит, потрескивает. Запах умопомрачительный. Так что, Дианка, пицца к тебе едет. Ну что, друзья, мы пришли в баню. Ай, как пахнет вениками, деревом. Ай, как хорошо сейчас мы будем мыться, париться. Ну, я вам уже показывала эту баньку, да? Показывала. Там темно. Что-то не поняла, где свет. Ну, ладно, сейчас погодите. Да будет свет, сказал манчур и перерезал провода. Вот такая банька. Не пойду с телефоном туда, друзья, потому что телефон всё-таки ай-яй-яй. Ну что, мой малыш, попарились разочек? Да. Попарились? Что ты пьёшь? Лимонад? Да. Володь. Ты сегодня была на танцевальном или где? Я сегодня была на лего-историях. На лего-историях? Это какой-то кружок, да? Да. Мы там спраем из лего. О-о-о. Ну, ясно. Но много не пьют. Когда в бане парятся, то много не пьют. Чтобы жидкость у нас... А так, мы же худеем, мы же девочки. Стройняшечки, да? Я и так спала. Ой, да ты у нас вообще стройняшечка. Ой, клюсь, не будем худеть, наверное. Да, Диана? Сейчас как ещё разочек попаримся. Но себя уж, конечно, показывать не буду. Всем привет передавай. Привет. Всем привет, скажи. Парьтесь почаще в банке. Мойтесь с удовольствием, да? Да. Да. И будете чистенькие и здоровые. Да. Быстро прилетит время. Лариса пришла из бани. Намылась, с внучками наобщалась. А теперь надо готовить ужин. Думайте, что я приготовлю? Я приготовлю себе жареную картошку. И думайте, с чем? С белыми грибочками. Вот они, белые. Посмотрите. Я их достала из морозилки. Посмотрите, какие красивые. Только с лесного бора. Вот они сейчас ещё маленько заморожены. Но знаете, они очень-очень хорошо режутся. У меня много замороженных белых грибочков. Лариса собирала. Посмотрите, какие картошка будет у лёд. Грибочки, грибочки. Зимой вспомним лето, да? Конечно. Ой, а вот только бросила на сковородку, а уже такой запах пошёл. Лесом, летом, гором. Ой, вы не представляете. Сначала я немножко прижарю грибочки с добавлением сливочного масла. А потом добавлю картошечку. Если бы видео могло передавать запахи, то вы бы почувствовали, вы не представляете, как это вкусно пахнет грибочками. Картошечка уже ждёт своего часа. Я маслица уже добавила. Ой. Ай-яй-яй, как будет вкусно, Ларисе. Ну что, друзья, сегодня, наверное, я на этом блог заканчиваю. Сколько можно мне сегодня вам... Трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. Картошка уже почти готова. Сейчас я вам покажу. Ну и что, всем приятного воскресенья. Уже вечер, у нас уже начинает темнеть. Включили фонари. Посмотрите, какой я такой, знаете. Ходит кто у нас? Матросы, наверное. Ну, я думаю, что да. Но это мне досталось от мужа, поэтому ношу с удовольствием. Сейчас я вам покажу свою картошечку. И, наверное, я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами мы остаёмся, Лариса и Сергей. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. А картошечка с грибочками. Ой. Просто приглашаю к столу, приглашаю грибочки белые. Аромат по всей кухне. Такой, знаете, она не сухая, а вот именно в таком небольшом бульончике. Ой, как же я люблю грибочки. Так что, всего вам всего доброго-доброго. А смеюсь, знаете почему? Потому что мой гав, там гав-гав-гав, наверное, тоже ходят картошки. Поэтому сейчас, наверное, я ему понесу ужин. А вам всего доброго. Ещё раз пока-пока. Всего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok